Библейский портал экзегет.ру представляет прочитать сначала. Смотрите, вот предыдущая глава «Триумфальный вход в Иерусалим», где Иисус царь, его признают царем. Одновременно в ней же говорится, что они не верили в него, что вот это может быть потому, что Лазарь воскрес, потому что, ну, вообще, вы знаете, толпы собираются, да, вот там хоть на митинг, хоть на стадион, на концерт, хоть на что, да, вот собирались толпы. И Иоанн довольно скептически настроен на их счет. Но вот ученики, вот узкий круг, которые все должны бы уже понимать. Накануне праздника Пасхи Иисус уже знал, что настал его час перейти из этого мира к Отцу. Он полюбил тех, кто в этом мире был с ним, и своих он полюбил до конца. Вот только сейчас как будто это выясняется. Но вот именно поэтому он их собирает на отдельную трапезу. А дьявол уже вложил в сердце Иуды, сына Симона и Искариота, намерение предать Иисуса. И вот на пасхальной трапезе, странно, что он называет эту трапезу пасхальный Иоанн, но Пасха же у него на следующий день, собственно, день распятия, он прямо это указывает. Ну вот, видимо, какая-то предварительная такая трапеза, которую он проводит, видимо, зная, что, собственно, в день Пасхи он не сможет уже их собрать за столом. Зная, что Отец все предал в его руки, и что он пришел от Бога и возвращается теперь к Богу, вот как бы самые великие слова, Иисус поднимается из-за стола, снимает верхнюю одежду, берет полотенце и опоясывается им. Затем он налил воду в умывальный таз и начал омывать ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым он был опоясан. То есть он исполняет работу, раба носили открытые сандалии, и, заходя в дом, вот перед трапезой, в общем-то, ну, стоило помыть ноги, потому что грязные были ноги. Подходит он и к Симону Петру, интересно, что никто больше не возразил, но Симон Петр такой пылкий, а тот ему говорит, «Господи, тебе ли омывать мне ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, ты пока этого не знаешь, но потом поймешь». Говорит ему Петр, «Моих ног ты не омоешь вовек». Да, такой пылкий, но переменчивый. Иисус ему ответил, «Если я тебя не омою, у тебя со мной нет общей доли». Симон Петр ему говорит, «Господи, тогда не только ноги, но еще и руки, и голову». Да, вот Петру все не так. Либо вообще ничего, либо прям целиком меня всего помой. Говорит ему Иисус, «Кто омать, тому не нужно умываться, разве что ноги вымыть, а в остальном он чист. И вы чисты, но не все». Смотрите, вот Петр все это понимает как такой особый ритуал, который то ли он не достоин принимать от Иисуса, то ли наоборот это такой благотворный ритуал, в котором нужно как можно полнее поучаствовать. А Иисус-то не говорит про ритуалы, он говорит про внутреннюю чистоту, с символом которой эти ритуалы могут выступать. И вы чисты, но не все. Он знал, кто собирается его предать, потому и сказал, «Не все вы чисты». А когда он омыл им ноги, то надел свою одежду и сел на прежнее место, то есть вернул себе статус главы стола, и сказала, «Вы понимаете, что я с вами сделал? Вы зовете меня Учителем и Господом, и верно говорите, ведь именно так оно и есть. Если я, как Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу». Ну, понятно, что это не просто, так сказать, жест вежливости, но это одновременно признание унижения. Раб омывает ноги свободному, никогда не наоборот. «Я дал вам пример для подражания, что я сделал, то делаете и вы. Аминь, аминь, говорю вам, раб не выше своего господина, как и посланник не выше того, кто его послал. Раз вы теперь это знаете, то благо вам, когда вы так и поступаете». Ну, то есть служите друг другу, унижайте себя ради помощи другому человеку. Потому что «я это сделал», — говорит он, «ну, а вы не выше меня». «Раз вы теперь это знаете, то благо вам, когда вы так и поступаете. Это я говорю не обо всех вас, я знаю тех, кого избрал». Вот это постоянная оговорка, и вычистый, но не все, я говорю это не обо всех вас. А чего ему было не выгнать Иуду из кариота, если он заранее это знал? Или это такой как бы намек, да? Он говорит, ну, я, конечно, знаю, среди вас кто-то есть такой один, да? Ну, пусть он сам догадается. Давайте еще вернемся к этому вопросу. «Я знаю тех, кого избрал, но пусть исполнится Писание, кто ел мой хлеб, тот занес на меня свою пету». То есть это не просто так. То, что Иуда предатель, это, конечно, его выбор, его решение. Но одновременно это исполнение пророчества, что так и должно случиться. Я говорю вам об этом заранее, чтобы, когда все это случится, вы поверили, что это я и есть. Опять эта цитата «это я и есть», как ссылка на исход 3.14, где так себя определяет Бог. Зачем все равно говорить заранее? Вот много раз мы встречаем у Иоанна эту историю, что Иисус с самого начала что-то описывает, что-то предсказывает, с тем, чтобы, когда это сбылось, они к этому отнеслись серьезно. Разве нельзя было как-то позднее задним числом это объяснить? Почему заранее это все надо? Видимо, потому что таким образом они возвращаются к прошлым дням, когда они были с Иисусом, начинают все переосмысливать. Потому что вот это путешествие во времени, оно одновременно путешествие и к своим собственным воспоминаниям. «Аминь, аминь, говорю вам, кто принимает моих посланцев, тот принимает меня, а кто принимает меня, принимает того, кто меня послал». А это-то здесь при чем? Ну вот апостолы, которых он отправляет проповедовать, он, с одной стороны, умывает им ноги, говорит о том, что они чисты, но и это не только для этой трапезы, это вперед на их дальнейшее служение. «Сказав это, Иисус пришел в сильное волнение и добавил такое свидетельство. Аминь, аминь, говорю вам, что один из вас предаст меня, ученики в недоумении стали переглядываться, кого именно он имел в виду. Ну, еще бы, сидит небольшая группа людей, он говорит, один из вас предатель. Как тут не начать подозревать? Тем более, там, кто-то кого-то, наверное, и раньше подозревал, кто-то кого-то не сильно любит, кто-то кому-то там, не знаю, на ногу наступил. Один из учеников возлежал прямо у груди Иисуса, тот, кого он особенно любил. Ну, традиционно принято считать, что это, собственно, автор Евангелия, Иоанн евангелист. Но, смотрите, вот 12 учеников, но между ними есть любимчик, как есть и предатель. Отношения неровные. И вот Симон Петр делает тому знак, чтобы он спросил у Иисуса, кого он имел в виду. А Симон Петр такой активный человек, он понимает, что вот так просто в лоб нельзя, надо через кого-то, через вот этого самого любимого. Тот ученик, прильнув в груди Иисуса, говорит ему, Господи, кто это будет? Тайком, да? И Иисус отвечает. Мог бы и не отвечать. Зачем? Вот почему он не открывает этого всем, а открывает это одному, этому любимому ученику? Давайте прочитаем. Тот, кому я подам кусок хлеба, обмакнув его в приправу. Но была определенная приправа, это может быть соленая вода, это может быть смесь из сухофруктов и орехов, то, что, по крайней мере, в более позднее время за пасхальной трапезой иудеев встречалось, у этого всего были символические смыслы. Соленая вода – это слезы, пролитые в Египте, смесь из сухофруктов и орехов, это глина, из которой лепили кирпичи. Но это, может быть, просто обычная история, вот лепешки эти лежат, и, ну, не есть же их сухометку, их там обмакивали во что-то, что там было, масло какое-то, может быть, с приправами, чтобы было вкусно просто, да? И, конечно же, тоже обыденный жест. Вот хозяин за столом разламывает хлеб, раздает куски, а здесь он как бы особо позаботился, не просто дал кусок, но обмакнул, чтобы вкусно было его есть. Опять-таки, можно было ничего не отвечать, а можно было шепнуть как бы на ушко, а это вот тот, да? Но он делает некий символический жест. И вот он обмакивает кусок хлеба и подает его Иуде, сыну Симона из Кариота. Из Кариот, по-видимому, указание на место, откуда он был родом, человек из Кариота. Так вот, загадочные вещи. Почему Иисус не говорит всем, тот предатель? Ну, тогда предательство сорвалось, да? Тот бы начал оправдываться, и все бы, наверное, там как-то, ну, не знаю, скрутили его, связали там, или прогнали пинками. Но зачем тогда говорить Иоанну? И, кажется, Симон Петр тоже будет понимать, потому что, ну, с помощью знаков, вероятно, Иоанн как-то с ним поделится этой информацией. Потому что есть любимчики, потому что нужно, чтобы вот не все были осведомлены, но только самые какие-то преданные, близкие, родные. Или еще для того, чтобы смысл всего этого был ясен потом, по итогам. То есть, постоянно Иоанн подчеркивает, что Иисус знает, что произойдет, готов к этому, и заранее говорит ученикам, даже если они не понимают, для того, чтобы они потом это поняли. Это не игра страстей, это не случай такой. Это не то, что прокрался, искариот сделал такую, знаете, или спецоперацию хитрую, и в результате Иисуса схватили. Нет. Это часть общего замысла, в котором у каждого есть своя роль, даже если человек не понимает, что эта роль у него есть. Есть, наверное, те люди, которые более склонны это видеть, и это нужно им объяснить и показать. А есть те, кто пока не понял, но им другие объяснят. Вот Фома, он там у нас еще раз появится, он вообще как-то при всей своей готовности умереть, он как-то туго соображает и не готов принять. Ну, и так бывает тоже. И сразу же после этого куска в него вошел сатана. Да, и почему кусок? Это же жест гостеприимства, это жест заботы. То есть вот высвечивает предательство именно то, что он ест кусок из рук Иисуса, не просто где-то там пошел и наелся еды, а вот он принял из рук Иисуса, и, конечно, мы называем это «тайной вечери», хотя Иоанн, в отличие от синоптиков, как-то очень мало связывают эту трапезу с пасхальной, хотя называют ее пасхальной. Но, тем не менее, кусок, который он принимает из рук Иисуса и съедает, и тут же становится предателем. Тогда в него входит сатана, то есть, опять-таки, это поле битвы такое, между Богом и его врагом. Тогда Иисус ему говорит, скорее заверши свое дело. Такое двойное послание, то есть, очевидно, он указывает на предательство, но звучит, как обычная такая история. Ну, давай, у тебя там что-то осталось, давай ты закончим. Но никто за столом так и не понял, о чем это он сказал. Некоторые думали, раз денежный ящик был у Иуды, то Иисус велел ему купить, что было им нужно к празднику или поделиться с нищими. И вот Иуда принял тот кусок и вышел прочь, при том была ночь. Даже какая-то нелогичность ночью заниматься закупками продуктов к празднику. Странная идея. Да и нищим раздавать, там все спать уже легли. Но люди мыслят какими-то стандартными, шаблонными категориями. А Иуда действует по своему плану. Интересно, что он понимал? Понимал ли он, что Иисус ему намекает на это самое предательство? Или он тоже как-то считал, что, да, наверное, он мне отправляет за провизии на рынок ночью. Странно. Или он вообще ни о чем не думал. Он уже вот был захвачен весь этой своей идеей. И что интересно, Иисус, конечно, давал ему возможность отказаться от этого замысла, да? Но нигде не говорил напрямую, что его осознает. Вот не давил на совесть, что называется. Вот кусок, сам смотри, и ты у меня из рук его берешь. Ну, делай, что ты собираешься сделать. Уже давай, сам реши. Это удивительная свобода, которую он оставляет. Как женщины, взятые в супружеской измене, да? Бросайте в нее камень. Кто без греха, тот первый. Могли же бросить. Рисковал. Но там он рисковал ее жизнью, а здесь свои. Когда тут вышел, Иисус говорит, теперь Сын Человеческий прославлен, а в нем прославлен Бог. Если в нем прославлен Бог, то и Бог прославит его в себе, и это прославление вскоре случится. Собственно, распятие понимается как прославление. Ну, воскресение тоже, но уже и само распятие. Он же агнец, берущий на себя грехи мира, как сказал Иоанн Креститель в самом начале этого Евангелия. Дети, недолго еще оставаться мне с вами. Вы станете меня искать? Я повторяю вам, что уже сказал Иудеям. Станете искать меня, но не найдете. А где я буду, туда вы не сможете пойти. Действительно, Иудеям это говорил, но здесь повторяет своим самым близким, то есть их это тоже касается. Они, наверное, надеялись, что нет. Я даю вам новую заповедь. Вот впервые он произносит эти слова, у синоптиков такого нету. И какую же новую заповедь? Ведь заповедь уже хватает. В иудаизме их 613 для мужчины, Иудея, ну, наверное, 614 не очень нужна, нет. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Я вас полюбил точно так же, и вы любите друг друга. Все поймут, что вы мои ученики, если между вами будет любовь. Потому что все эти 613 заповедей можно исполнять так, что искры из глаз будут сыпаться. А по сути дела, не отменяя закон, не пытаясь его переписать, он говорит о том единственном, что важно. Причем он не говорит любите Бога. Хотя это на самом деле первое заповедь иудаизма. Господь Бог наш, Господь единый, возлюби Бога всем сердцем, всей душой и так далее. Это из Шма Исхаэль, из главной молитвы, которая читается, это из строк Писания. Но может быть потому, что это не нужно даже говорить, а может быть потому, что любовь к Богу очень легко у людей сочетается с ненавистью друг к другу. Иногда даже во имя этой любви к Богу из-за более правильного понимания, толкования, из-за того, как надо жить. И еще может быть потому, что любовь к Богу это вещь какая-то очень интимная. Ее в другом человеке не увидишь. А вот любит ли другой человек людей, в общем-то хорошо заметно. И смотрите, это внешний признак. Все поймут, что вы мои ученики, если между вами будет любовь. Если вы будете знать догматическое богословие, а кто его знает, знаете вы его или нет. А любовь, она видна. Говорит ему Симон Петр, Господи, куда же ты уходишь? Так пока ничего не понял. Ответил ему Иисус, ты не сможешь сейчас пойти за мной туда, куда я ухожу, но потом и ты последуешь за мной. Говорит ему Петр, он же пылкий, он же горячий, он очень хочет. Господи, отчего же я не могу пойти за тобой прямо сейчас? Я душу свою положу за тебя. Вот, наверное, если прямо сейчас вот они сидят за столом, да, тут врываются, хватают Иисуса, тащат на крест, может быть, Петр и положил бы, да? А там дальше напряжение, неизвестность, такие скользкие ситуации, да? Вот горячность желания, она не всегда надолго. Отвечает Иисус, ты душу свою положишь за меня? Аминь, аминь, говорю тебе, не успеет пропеть петух, как ты от меня отречешься. Трижды. Это, конечно, произойдет, но мы об этом прочитаем не в следующей главе, следующие несколько глав, это длинные речи, которые, казалось бы, к чему у нас уже динамично развиваются действия, но они достаточно важны, и мы об этом еще поговорим в следующей нашей передаче. Продолжение следует...